Вот так в игровой форме здесь восстанавливаются от не самых приятных вещей. Это может быть снижение иммунитета или нарушение осанки, а может быть и вообще паралитический синдром. Отделение реабилитации в детской больнице номер 5 единственное в городе, где оказывают помощь в условиях дневного стационара. А оказывают ее здесь по двум профилям. В соматический профиль к нам поступают дети с бронхиальной астмой в стадии ремиссии не менее 6 месяцев. Также после перенесенного бронхита, пневмонии и коронавирусной инфекции. В неврологический профиль к нам поступают дети с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, после перенесенных черепно-мозговых травм и с хроническими заболеваниями центральной нервной системы и периферической нервной системы. Стационар рассчитан на 15 мест. В зависимости от диагноза дети проходят курсы массажа, физиолечения, ЛФК и не только. Недавно для реабилитации докупили все необходимое оборудование. Из последнего и по тренажер, и медоборудование в процедурный кабинет. На 100% укомплектован штат из невролога, логопеда, физиотерапевта, психолога и не только. Мы ходили сначала с дочкой, с маленькой. Ей 3 года будет в октябре. А сейчас, последний день, ходим с Гришей. Изменения в учебе. Он начал диктовать себе, читать лучше стал. Дети с трехмесячного возраста до 17 лет включительно. Дети, как к нашей медицинской организации, так и к другим, прикрепленным к другим медицинским организациям, должны обратиться к участковому педиатру. И педиатр формирует направление на консультацию к нашему специалисту. Пациенты приходят, и тут команда уже решает, подлежит пациент реабилитации или нет. Курс восстановления рассчитан на 10-12 дней. Добавим, что с февраля этого года лечение здесь прошли уже около 200 детей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.